Любишь дотку? И хочешь стать круче? На сайте anylevel.com ты сможешь заказать перекалибровку для своего аккаунта. Буст ранга от 150 рублей. Получить персональную тренировку или купить аккаунт. Ссылка в описании. Так, ну и вот он, вот он наш ивент. Вообще, я даже могу сразу заспойлерить, для тех, кто может быть не в курсе. То, что мы сейчас увидим, это кастомка еще из третьего Варкрафта, которая называлась Утерпати. Это много мини-игр. Здесь их 32, но каждый раз вы встречаете только 10 из них. То есть рандомные 10 мини-игр. Вы будете играть, где-то нужно самому что-то делать, где-то нужно мешать союзникам что-то делать. Ну, точнее, не союзникам, а противникам. Ну, короче, сейчас увидите. Она прикольная. В принципе, я, ну, как бы говорю, что это сама кастомка вообще весь, ну, как бы интересная. Это пока она грузится. Есть один нюанс, о котором я буду говорить чуть позже, ну, или по ходу. Сейчас посмотрим, какие нам выпадут. Какие дела дела? Кто-то уже ливнул. Так, don't get pushed. Ну, короче, нельзя, чтобы тебя выпихнули с платформы бластом. И надо блинкаться от бластов инвокера. Оп, оп. Оу, он задрот! Мам, дорогая. На инвокере Miracle! Парни! Сука! Тихо! Поп... Попусти! Вот это задрот на инвокере Play и Dota 2! Нет! Нет! Все, я уехал. Какие-то два задрота со мной на антимагах катают. Это инвокер Андрей! Кстати, тут для инвокера Андрей есть отдельная мини-игра. Там надо за инвокера скиллы к вставать. Я, кстати, в этом небольшой профессионал. Все-таки инвокер не совсем мое. Вот. Но это инвокер Андрей, я вот тут... Фууу, жесткий. Ну, ладно. Кстати, первый раз вижу. Я уже четыре раза сыграл в эту кастомку ночью. Я тут, кстати, тоже первый раз. Что тут надо? Так. Тут надо стрелять в куда? Не понимаю, куда она стоит. Shoot one of the balls with an arrow. А! Нужно попасть в эти... А! Bells, а не balls. Нужно попасть как-то мимо... Мимо... Ну, этих... Пингвинов в колокол. Вон кто-то попал. А я не попал, потому что там сцены пингвин. Ну, пожалуйста. Пингвин! Умри! Во! Все, летит! Летит моя! Моя! Попал. Вот и вся мини-игра. Теперь кто-то другой должен попасть. Так. На каком я месте? На втором пока что. Да, это Утерпати. Это Утерпати один в один. Притом некоторые из мини-игр, они просто один в один. Какие-то они придумали свои. Вот и как бы и вся игра. Десять таких вот кастомок будет. Есть как бы... Нет. Вообще, в принципе, это довольно забавно. Ну, то есть, почему бы и нет? Вот я не скажу, что это плохо. А есть одна проблема. Нет никакого смысла этого делать. То есть, вот то, что мы... Так. Avoid getting crushed by the Ogre. Уходить от краша Огра надо. И есть, типа, соответственно, этот shift. Ой, он еще... Пока один Огр. Скорее всего, потом будет еще один Огр. Тут обычно вначале один какой-то чувак. Потом приходит второй. Потом приходит третий. Ну, это чтобы... Вот и второй чувак пришел как раз таки. Душит, душит меня Огр. Ха, лох. Кстати говоря, можно под ними тусоваться. А! Под ними, говорю, тусоваться. Нельзя. Они начинают топать. Это я тоже первый раз вижу, кстати. Так, тут еще и рейндж бы понять, на какой рейндж они... Жарят. Опа. Не достал глупый Огр. Так, что-то душат, душат меня Огры. Пойду в центр. Ошибка! Пока нормально. Пока идем. Он там душат в углу Огр двоих. Бам! Тыдыщ, подыщ. Так, 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 нет! Не надо. Во, вот те вафли, смотри, сейчас будет душить того Огр. Блин, а что-то как-то Огры тупые какие-то. То есть тут, ну, не знаю, все так уворачиваются легко от них. Вот, правда, их теперь очень много. Мам, дорогая! Пожалуйста! А! Получил по жопе. Так, так, так. Огры душат! Сука! Раздавили меня, нахрен. Ну, вот как-то так. Но я уже на первом месте, вроде. А, нет. А, да. В общем, сейчас вот, смотри. А, вот это я играл. Тут надо уворачиваться от... Ну, если в прошлой игре ты не мог союзнику помешать, то здесь ты можешь... Ты можешь вот так сделать, типа... И... Ну, я вроде свапнул, он не получил. Ну, короче, свапать людей под этого чувака можешь ты. Ну, пока он тоже один, потом будут еще. Во-вот. Нет! Нет! Не свап! Только не... Только не свап. Вот второй пришел. Все души сейчас будут. Я тут играл игру, где люди поняли, что это я, типа, с ними играю, и целенаправленно меня душили. То есть они свапали меня всей толпой и так далее. Было не очень весело. Хотя с другой стороны, как посмотреть. А, меня свапнул кто-то! Вот же! Жуки. Душилова! Что дают первому месту? Ничего! Я говорю, как бы, это все довольно весело. Особенно было бы это весело, если бы можно было бы играть, как бы, всей своей бригадой. Но это, судя по всему, нельзя делать. То есть вы можете также создать 5 пати из 5 человек. И получается, что вы будете играть пятером. И, видимо, три будут рандомы. То есть нельзя всех, все 8 взять своих. Ну, если я правильно понял, по крайней мере, нигде такой опции я не заметил. Ой, синенький вперед вырвался. Это первое, а второе ничего не дают. Ну, то есть ты просто играешь. А, вот эту я тоже играл. Тут надо уворачиваться от Раптуры. А, блин. Блотсикер кастует Раптуру, и надо ловить момент, когда он кастует ее, и останавливаться. Вот кто-то не понял задачи. Кто-то опять не понял задачи. Желтый задрот какой-то. Поехали, поехали, поехали. Тих, 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 тих. Ну, желтый победил уже. В принципе. Но я на втором месте буду, по идее. Давали раньше Бэби Рошана, а сейчас ноль. Ну, я не знаю, что там раньше давали. И когда это было. Ну, точно, я понимаю, о чем разговор. Разговор, естественно, про... Этот. Это вот так надо сделать. Про Дайр Тайт. Извините, Дайр Тайт последний раз был когда? В 2014, кажется, году. Коричневенький ползет. А там два человека просто сдались. Они не понимают, что делать. Коричневенький. Не рискуй, брат. Ты же убрешь. Один хп у него. Один хп. Да. Ну, блин, и ждать теперь еще 20 секунд, пока эти чуваки просто постоят. Потому что они вообще не поняли, что даже делать надо. Я хрен знает. Серьезно, ничего не дают. Даже если ты займешь хоть первое, хоть второе, хоть десятое, хоть треть раз первое. И так далее. Ничего не дают. Но я понимаю, с чем ты сделал. Наверное, они себя обезопасили заранее против каких-то абузов. Ну, как бы, можно придумать, как сделать так, чтобы люди не обузили. А можно просто ничего не давать. Тогда не будет смысла обузить. Так, а здесь что надо делать? А, здесь, кажется, надо выкидывать бомбами людей из площадки. А, и себя можно выкинуть, кайф. Себя не хочу выкидывать. Не надо! А тут, смотрите, обставился минами. По-моему, они, правда, он не в курсе, но рано или поздно он сам себя взорвет. Да. Я чемпион этой игры. Ой, блин, боже. А, это вот самое. Это самая-самая геморройная штука. Тут надо, короче, как-то пройти. По-типу, чтобы не взорваться от мины. Но мин овер много. И можно своих друзей взорвать минами. Ой, вот кто-то меня взорвал уже. Да. Вроде, по верху вроде люди идут нормально. Во-во-во, чётенько, чётенько. Тут, короче, ставишь... Да, сука. Да, тварь. Кто-то. Что же вы делаете? Да. Блин, тут, короче, по ОЕ мины взорвают. Поэтому уроды, которые наставят на мин, они меня убивают. Ну что это такое? Сука, тупни. Играют. Сука. Раки душат. Так, надо минку здесь поставить, чтобы никто больше не прошёл. Всё, сосать, раки. Так, а здесь что? А здесь как-то надо просочиться мимо двух минок. Мимо этих двух минок. Как-то вот. А-а-а. Бугурт. Минку оставлю чисто. Ага. А куда тут? А куда тут? Брат. Брат, ноумор, мы пришли с тобой. И что делать? Иди давай. Ну давай, идти куда-нибудь. Чё встал? Я сейчас взорву на собой, как я тебе клянусь. Сука. Он задушил меня. Это он взорвался, а не я на самом деле. Ты хватит. Что делаете? Всё. Так, 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 так. Ой. Во-во-во, давайте, разминируйте. Правильно-правильно, иди вперёд. Иди вперёд. Так, минку оставлю. Как бы, блин, тут жалко, тут нельзя толкнуть своего чувака, чтобы он за... Взорвался. Так, ага, они ещё и мин... Тоже заминировал он задницу. Блин. А, ну тут просто нельзя пройти. О, погодите, он чё-то разминировал, кажется. Так, я не знаю. Я не знаю, может быть здесь можно просать... Да-да-да, давай-давай, брат. О, хорош. Ну, по итогам я второй, нормально. Взорви их. Нет, не было смысла их взорвать, потому что надо было, чтобы кто-нибудь из них наступил на мину, как Рачела, и сделал мне проход. Так, в общем-то, и получилось. В общем, игра подставляет друга своего и так далее. Так, и начало. А, кинуть самый дальний импетус. Это я тоже играл. Типа, кинуть импетус и сделать блинг. Тут надо как-то подловить момент, когда и ты делаешь блинг, и твой энермии делает типа блинг. 1838. Уже неплохо. Так, блин, надо реально подловить момент, когда чувак, типа, хочет сделать сам блинг. Вот этот, например. Вот он сейчас будет кидать. Во-во-во-во-во! 3255! А, блин... А, 3319! Е-бой! Зажарка пошла. А, ну, мне кажется, все, я победил. Вряд ли кто-то столько сделает уже. Теперь мне, в принципе, самому проще не блинкаться, чтобы никому не давать шанса. Типа, сделать такой же большой результат. 3650. Ну да, тут можно. Но тут реально нужно подловить момент, когда и ты блинкаешь, и твой типа энермии блинкается. И, мол, максимально далеко блинкануться и побежать. Так, вот сейчас в синенького кину. Блин. Не кинул. Э, пофиг. Ну, 3255 у чалика. У меня-то 3, 3, 1, 19. 3-то больше, чем 2. Я слышал. А вот это вот так себе катка. Тут надо себя убить аксом обограф, которые появляются. А вот этот огар. Пока он типа один. Да, в принципе, можно даже не играться с ним, пока в игры. Вон другой огар. Типа, ты его агришь, а он тебе тыква. И кто-то другой агрит. Ну и, в общем-то, полная хрень, потому что все что-то агрят. И тут чисто рандом. Вон там. Во. О, меня, меня. Меня лупит огар. Давай, давай, избивай меня. Так, а вот я двух, двух. Двух беру и пойдем. Пойдем, пойдем. Давай, лупи, лупи меня, агришенские. Давай, давай. А эти люди не понимают, что делать, судя по всему. Они не агрят. Спасибо. А этот одного саграл тоже в ураг. Сук. Воруют у меня. Так, все, пойду вон в эту тусовку. Тут нормально. И надо забирать и вести их за собой. Бля. Сука. Kill me. Kill me, огры. Давай, давай. Давай. Спайм на кью. Какая же классная игра. Давай, давай. О, хорошо. Ну, вот, типа того. Можно 8 человек играть в патч, через лоббис создать. А, ну, окей. Можно в 8 играть. Это тогда хоть какой-то смысл имеет. Типа, с друзьями там, пофаниться. Ну, не так там много фана. А, вот это я не понял. Тут какие-то баги. Тут надо спамить кьюти, чтобы чардж у тебя работал. Но, вот, вот я, я честно, я жму, я жму, я жму быстро. Быстрее не могу. А как те люди так быстро бегут? У меня уже рука устала. А там люди бегут, как будто бы они чардж нажали. Что за херня? Беги. Палец отвалится сейчас. Давай, как же далеко, боже. Да он вообще встал. Что за херня? Мышкой. Так а что мышкой? То же самое. Я не знаю. Типа, серьезно. Тут какой-то автокликер, что ли, у людей стоит. Вот я кликаю, быстрее я не могу. Но я, наверное, кликов 10 секунд делаю. Как бы, как бы вот только так. А! А! Я тут вообще видел, как люди разгоняются, как сумасшедшие бегут. Как будто бы они реально чардж нажали. Еще и с талантом. И-е-е. Все, я не буду заканчивать эту гонку. Мне пофиг. Я постою. Часто руин. А, и клавой и мышкой. А-а-а. Это многое объясняет. Ну да ладно. Одна фигня, я уже победил в прошлых играх. Блин, и клавой и мышкой, ну вообще. Ну и все. Смотрите. Вот я выиграл, предположим, да? Выиграл. Выиграл. Топ-1. И что? А знаете что? Ни-че-го! Или как там делал Ларин, типа, ни-че-го. Ну вы поняли. Ничего, все. Все. То есть, теперь я могу сыграть еще одну игру в Special Event. Frostius Festival. Те, кто подумали, что нужно выиграть три вот этих ивента, чтобы получить сундук, вы, опять же, ничего не можете прочитать, видимо, что в Dota 2 написано. Вон написано одна трежурка, ну один сундук для игрока, то есть один раз только можете это получить. Должен быть стандартный Dota Match. Ранкинт или Анранкинт. И все. Ну и, типа, действует эта акция, пока идет Frostius Festival. Ранкинт, Анранкинт, это не Frostius Festival, это Ранкинт, Анранкинт. Ну, Анранкинт, типа, даже турборежим, видимо, там, ну и всякие другие непонятные режимы. Все, типа, работает, неважно. То есть, где-нибудь выиграть три раза, не нужно выигрывать подряд, просто выиграть три раза. И дают сундук. А вот этот вот товарищ ивент, он все, нет, смотрите, не рейтинга никакого. Ну, то есть, рейтинг, он для чего нужен? Типа, ну, как бы с рейтингом хоть какой-то стимул есть, да, там, например, ты набрал, ну, ты просто играешь, набираешь больше очков, и ты там поднимаешься в рейтинге. Ну, хотя бы был бы какой-то стимул для задротов, которые хотят вот где-то быть в топе, они бы там играли. Ну, есть смысл соревноваться, стараться. Нет рейтинга, нет каких-то ачивок. То есть, я вот сегодня, например, мылся в ванной и думаю, блин, вот они же могли просто сделать. Ну, например, штук, ну, несколько, точнее, даже не несколько, а там, да, штук 25, может быть, ачивок разнообразных. Скажем, там, первая ачивка просто сыграть во все игры, во все 32 мини-игры. То есть, нужно много сыграть, чтобы получить эту ачивку. Там вторая, ну, и, например, для какого-то определенного количества мини-игр могли сделать свои ачивки. Ну, например, выбить за Дриаду более 3500, ну, вот этого дэмэйджа с Импетуса. Ну, там, добежать за Братрума, вот до конечной дистанции, там, за 15 секунд, образно. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Да, там, скастовать за инвокера, там, сколько-то скиллов. Продержаться против инвокера на площадке, там, за антимага, там, 40 секунд. Вот кучу разных таких ачивок. И, например, ты набрал 5 ачивок, да, любых, или 7, или 10, неважно. И ты получаешь что-то, да хоть тот же сундук, а может быть, что-то еще. Нет этого, нет этого, ничего нет. Ну, то есть, реально, это супер, это супер юзалис. Я сыграл, это вот была на стриме, сейчас моя где-то четвертая или пятая игра. Я не вижу смысла больше нажимать вот на этот кусочек меню вообще. Ну, зачем мне на него нажимать? То есть, что я там должен увидеть? Что там должно произойти? Она не такая веселая, эта кастомка, чтобы я прям кайфовал невероятно. Короче, я не знаю. Эта кастомка с конкурса чего-то ожидал NS. Я ожидал того, что ее можно было доработать вот элементарными ачивками внутри кастомки. И сразу появляется смысл. То есть, ты нажимаешь вот сюда, Special Event, да, открывается у тебя не вот эта вот штука, поиск, а открывается у тебя лендинг такой, да, где написаны ачивки, где написаны еще какие-то вещи, где написан твой скор, где написано, сколько раз ты играл, сколько раз ты победил. Вот это все, то есть, статистика, которую люди любят, статистику. И тут же есть какая-то возможность получить какие-то награды, да, за ачивки, за победы, за еще какую-то фигню. Все что угодно. Ну, или, в конце концов, как в Diretide было, сначала вы что-то делаете, как в Diretide, то есть, вы боретесь друг с другом, собираете монетки, а в конце какой-то общий босс, которого вы бьете. И в зависимости от того, у кого больше монеток, тот там имеет больше денег. То есть, здесь могли бы сделать так же. Вот вы сначала 10 мини-игр игр играете, и в зависимости от того, у кого больше поинтов, у того больше денег на предметы, например, чтобы убить какого-нибудь там босса, или еще какую-нибудь фигню сделать, не важно, не важно. Это был бы финал. То есть, вы понимаете, что вы играете 10 игр в этом ивенте, и в конце нет, ну, ничего, нет даже какого-то финала. Просто показывают, что ты занял какое-то место, и иди гуляй. Я, честно, очень недоволен. Ой, я думаю, что если ждать здесь, пока будут исчезать каждый из сетов, это очень долго, да. Но разок подождем, вдруг сразу пак выпадет, кто знает. Вообще, мне понравился Бэтрайдер, Саварайдер. Ну и все эти, все сеты здесь выполнены в тематике, кстати, пак-то до сих пор не пропал. Да. Все сеты выполнены такой в нордской тематике, то есть и викинги, и все такое. Вот, например, Crystal Maiden. Но тут, короче говоря, ни у одного из сетов нет визуальных эффектов, кроме пака, к сожалению. То есть у пака есть визуальный эффект, а у всего остального тупо нет. Джекирос в броне. Ну и некоторые сеты, конечно, вызывают вопросы. Например, вот этот Джекирос. Ну такое. Ну типа, если честно, даже хочу опробовать, что называется. А, вот Семки Пурманшилд, который удалили из игры в натуре. Ну может быть это Stout Shield. Ну, типа Джекиро так-то даже не особо отличается. Ну ладно, нет, более-менее отличается. Что-то такое хвостатое. Ладно. Семки реально Пурманшилд? Сейчас посмотрю. Гирокоптер. Ну, такой. Такой себе. НС, please, ответь очень важный вопрос. А про Ситилинг, да будет комментирование? Да-да-да, Вилат же приезжает. И Вилат с кем-то там будет комментировать. Финал. Будет и аналитика, более того. Там я. Как ни странно. Че, пак что ли выпадет? Да нет. Какой еще пак? Вот он котл. Как написал сегодня Адмирал Бульдог, это Лондруид на коне. И, кстати, реально очень похож. Вот просто присмотритесь к этому. Просто присмотритесь. О, факерок пришел. Вот. Но это реально же Лондруид. У него даже такой же плащ, как у Лондруида. Только он на коне теперь. Лондруид он такой. Я уже через час. Окей. Уезжай через час. Ладно. Мне вообще вот... Я хочу, чтобы мне сова райдер выпал. Я хочу получить приглашение из Хогвартса. Новый котл это фурион на олене. Ну, может и так. О, елки-палки, что это? А это мне напоминает какую-то тематику из Вова. Ну, знаете, в Вове вот Орда, у них очень много вот всякого такого в подобном стиле. Как в ульте выглядит, интересно. Здравствуй, Ярослав. Обожаю твои стримы. Куда пропал ПГГ? Он будет у тебя на стримах когда-нибудь? Спасибо. Спасибо. ПГГ не знаю, куда пропал. Вроде жив. Вроде жив. Насчет, будет ли у меня на стримах, но это, как говорится, не точно. Ладно, погодите. Я хотел посмотреть, как в ульте он выглядит. Ну, в принципе, нормально. Он все фиолетовый становится. То есть, без ульта он какой-то красный, а в ульте он, типа, фиолетовый весь. Ну, может быть, так и задумано. А может быть, нет. Чекнется Ямку. Да, я сейчас чекну. Почему в тестовом лобби ты пользуешься читами, а не панелью слева? Так зачем мне пользоваться читами, если я знаю все их наизусть? И, короче, не знаю. Странный вопрос. Тролль просто не знаю. Тролль, кстати, если что, это сатир. Вообще он тролль, но это сатир. Тупо сатир. Это тупо сатир. Просто обыкновенный сатир. Сатир с топорами. Не, не кайф. Не нравится. Так, где там мейдер мне выпадала? Ну, да не, ну почему? Или это Пурманшилд? Он так выглядел? Ну, вообще, похоже на правду. Ну, вообще, если честно, кто мейден покупал Пурманшилд? И вообще, зачем мейден щит? Не, ну типа батлмаг, знаете, как вот есть в РПГ иногда батлмаг. Типа такой, он как бы и маг, и у него щит, чтобы защищаться. В принципе, ничего криминального не вижу. Нет, нормально, нормально. Пойдет. Тематика северная, нордская, шведская, викингская, если хотите. Но не у всех, что интересно. То есть, они не выдержали всех героев в одной тематике. Ну, скажем, вот алхимик, он реально напоминает мне что-то из Вова. Вот, такие вот огненные, что-то все горит у него там. Это кто вообще? Ай, Драгон Найт. Представляете себе, какое дело. А Драгон Найт, знаете, на кого похож? Вот сейчас скажу, кто играл. В Скориме есть броня самая крутая, как она называется-то. Ибонитовая, ну или доедрическая. Вот, ибонитовая, потом доедрическая. И мечи там вот такие же, ибонитовые, и доедрические. Сука, один в один. Ну, просто один в один. Ну да, доедрическая. Ну, ибонитовая она почти так же выглядит. В принципе, тоже. Ну, на Артас не похож, кстати. Не надо там рассказывать мне сказок. Так, ну и что это такое? Что у тебя на голове, Вайпер? Это мне все говорили, сними шапку в помещении. Теперь Вайперу надо так же сказать. Две шмотки всего. Но у него, видимо, в принципе, две шмотки можно сделать. Одна на спину, другая на голову. Но не очень нравится, честно скажу. НС добавит друзья. Нет. Так. Ага. ДК в форме? Да что ДК в форме? В форме он будет такой же, как и обычный ДК. Ну, то есть, не будет ничего меняться, это понятно. Так, ну, снайпер. Ёлки-палки. Ну, такой. Будет. Ну, сейчас, ладно. Сейчас проверим. А, он без сета создался. Ну, конечно. Спасибо, Стиго1 за подписочку. Так. Дрэгон Найт. Дрэгон Найт. Это Джекера. Это Кипер Узлайт. Это Тролл Варлорд. Это Дрэгон Найт. Так. Бэ. Не понимаю, ничего. Короче. Доливнуть отсюда. Вот. Да. Так. Ну, у меня не оделся сет. Естественно, это вот этот сет, правильно? Хелмов. Ну, да. Так, так, так. Так, так, так. Тык, тык, тык. Ага. Биттербинк. А, да, действительно меняется. Слушайте. Ну, тогда не так-то и плохо. Сейчас посмотрим, на что меняется. Так. Для начала в первом мульте проверим. Оу, какой. Какой дракон. Симпатичный. А, ну, понятно. Он просто во всех драконах разного цвета. Вот так вот выглядит. Ну, логично. В принципе. Ну, неплохо, чё сказать. О, кстати, ледяные плюхи, по-моему, другие. Вот, мне кажется, или другие. По-моему, у обычного ДК немножко не такие. Поменьше, что ли. Прям ледяная плюха такая плотная. Дракарис. Спасибо за подписку. Это Дрангстуданал был сейчас. Да, на Виверну похоже, действительно. Ну, короче, ладно. Дракон. Дракон и дракон. Так. Что там у нас ещё? Куда все сундуки делись? Ну, кстати, когда люди все пишут, типа, говно, говно, говно. Они сеты, я не понимаю, что люди хотят увидеть. То есть, ну, серьёзно. Как по мне, но есть реально неудачные бывают сеты. Ну, вот этот, например, мне не очень нравится, если честно. Но общая масса неплохие. То есть, я, ну, мне реально непонятно, что люди хотят. Увидеть такого, типа, вау, сказать вот этот сет. Чтобы в каждом сете, как у инвокера в Даркмастере, вот это, или как там он называется, типа, там, менялась торнадо, и вообще, чтобы там какой-то эпик был. Ну, понятное дело, что такие сеты это имморталки, или типа того. Пуджельник. У Пуджельника, я уверен, ничего не меняется. Раскрой личность Дрангстуданал. Да откуда я знаю? Такой-то рандомный чувак. Ну, пердёж не меняется, хук обычный. Или как? А, ну, подождите, хук вообще самый обычный, что ли? То есть, типа, иногда хуки хотя бы немножко изменяют свою эту. А, ну, типа... Чего? 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 Не понял, у меня хук куда-то улетел. Ну, в общем, не особо интересно, прямо скажем. Ну, такое. Такое. Так, сейчас, секундочку. Свалю, пожалуй, в стиме в оффлайн. Так, окей. Ладно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Увк Фростморн? Такая-то, сейчас мне выпадет, когда я в ВК... Он же выпадет мне когда-нибудь, я надеюсь. Там и чекнем. Это там Брюмастер крутится всё время. Ну, что это такое? Что это такое? Что это? Он из какого вылез с болота? Я не знаю, мне просто кажется, что... Ну, как-то не идёт вот это вот ледяное всё вообще. Он сам зелёный. Ну, сам-то он зелёный, то есть, остался. А вот эти вот все синие какие-то колючки вокруг него... ХЗ. Чё тут? Ну, ничего интересного. Не очень. Не очень понравилось, честно сказать. Так. Ладно. Так. Будет ли... Ивент? Я уже сыграл! Ивент. Чуть-чуть. О, викинг! Вы знаете, честно вам скажу, мне нравится, как это выглядит. Мне не нравятся топоры. Я не понимаю, какие-то ледышки какие-то на топорах. Ну, то есть, почему всё в ледышках-то? Все ледяные. Так, начнёт это у нас. Ну, у этого тоже ничего не меняется, никаких эффектов нет. В принципе... А! У него вот, посмотрите. У него другие кабаны и заставочка. Давайте посмотрим тогда. Да зима, зима, да. Но... Ну, как бы... Смотрите. Какое дело. Такой вот есть... Бестмастер. На нём нигде нет никакого льда. Он весь такой нормальный парень. Да, но ему даже снега нет, да? То есть, у него белые перья. Белое оперение. Даже никакого снега нет. Даже иния. У него борода не в инии. То есть... А здесь ледышки намёрзли? Вам не кажется, что это диссонанс определённый? Ну, то есть, если у него ледышки намёрзли на топорет, то у него должна быть борода вся в инии тоже. Усы. Вот это вот всё. Может быть, какой-то там... На шлеме может быть тоже какой-то налёт от инии должен быть. Ну, типа... Это же... Как бы так получается по лору. Если одно во льде, значит, и всё остальное должно как-то быть обыграно. А у него нет. Это аганимы? Какие нахрен аганимы? Это не похоже на аганим, вы знаете. Нет, это ледышки обыкновенные. Хотя... Теперь у меня вопрос. Может, это реально аганимы? Но если это аганимы, почему они на топорах? Ведь аганим никак с топорами не связан. Ладно. Воу! Вот она, моя стая. Ну, да. Да. Прикольно. Прикольненько. Так скажем. Ну, синенькие просто, в принципе, петы. Вместо оранжевеньких петов. Ну, или жёлтеньких. Ну, такое. Нормально. Так. Что ж дальше? Дальше что? Дальше сокровища кончаются. Я могу отметить, что пока ничего не редкого, не очень редкого. Ну, уж тем более невероятно редкого нам не выпало. И, кстати, почему-то Брюмастер не хочет в неё выпадать. Аркварден, вы знаете, смотрел, может, кто... Такой сериал тут недавно был популярный. Стрэнджер Синкс называется. Мне почему-то первая ассоциация. Вот с чем-то оттуда. Что у него, блин, с головой? Что это вообще? Он стрёмный. Просто... Просто в мясо стрёмный какой-то Аркварден. Я вообще не понимаю. Так. Спина. Плечи и руки. Ну, в принципе, у Арквардена ничего нового нет. Демагоргон. Да-да-да. Вот именно. Так, ну, Арквардена в игре смотреть мы не будем. Там, в принципе, такой себе парень. Согласен. Похоже немножко на... Какой-то... Вот он мой брюмастер. Ну, всё. Так, короче, если брюмастер плох, то я не играю в доту. Давай. Так. Ну что-то тут ничего не изменилось. Точнее, нет никаких отдельных штук специальных. Вообще, прикольно было бы, наверное, брюмастеру сделать, чтобы у него ульт менялся. У него же ульт не меняется ни в одном сете. Поправьте, если не прав. Но, по-моему, нет. И не понимаю, почему это же такое богатое поле для... Как бы этих... Ну, для, в принципе, сетов. В общем. Ну, в общем, пивко он наливает так же, как и раньше. Клэпит он так же, как... Подождите, 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 подождите. Подождите, подождите. Это что, рыба? Почему у него рыба висит? Он что, рыбак? Это удочка? Слушай, брюмастер с удочкой. Ну, кстати, вот то, на что я говорил про бистмастера, это вот это вот. Ну, то есть, если у него намерзли какие-то ледышки на топорах, то вот как раз, типа, вот, ну, обыграно, что там снег какой-то, знаете, на всех старых предметах. Но почему удочка? Почему брюмастер дерется удочкой? Он что, обезумел? Чего? Ну, и ультимейт, естественно, вообще никак не изменился. Ну, то есть, честно вам скажу, вот, если это, ну, такой новогодний сет из разряда, да, тут под Рождество, вот это все, все в снегу, то вот этих ребят стоило бы поменять. Иначе они совершенно не вписываются в общую картину. Ты смотришь на парня, который весь такой ледяной, а он раскладывается, а парни все такие старые. Притом, кстати говоря, они отвратительно плохо текстурированы. Ну, то есть, серьезно, это очень старые модельки, их давным-давно рисовали, и у них три полигона, две текстуры. Их бы уже давно как-то, ну, прогрейдить. Но нет, но нет, поэтому они какие-то вот такие вот, все вот такие вот. Бэ, погиб. Вот. Раздает лещей, да-да-да. Тупо леща, не-е-е. Не, ну, с другой стороны, вот, раздавать лещей, в этом есть определенный смысл. Пивка налил. Рыбку к пиву, рыбку к пиву. Ну, она, кстати говоря, она, типа, замороженная, это строганина, судя по всему. Знаете, у наших северных народов есть такая, ну, как это даже, не традиция, просто как бы так, как у них там, ввиду их климатических условий с едой определенные проблемы, они ловят рыбу, замораживают, а потом прям ледяную едят. Вот это строганина тут у бремастера, по большому счету, потому что она явно в альде. Да, спасибо за донат, кривое аниме. Кривое аниме. Так, а где мои сундучки-то? Три сундучка, кстати, всего осталось. Ну, я еще куплю, в принципе, штук десять, не знаю. Но если мне не выпадет ничего редкого, то, конечно, будет батхерт небольшой. Ну, за 17 сундуков, если не выпадет ничего редкого. Я хз. Лондруид. Ну, лондруиды, по-любому, должны были добавить какой-то медведя нового или что-нибудь типа того. Ну да, есть новый медведь. Дай мне свежесть. Это называется национальное блюдо. Да, ну, ой, короче. Я не знаю. Эксперты по всем вопросам. Понимаю дело, что это национальное блюдо. Ну, как ты думаешь, вот, строганина, как это стало национальным блюдом? Это что, сильно по кайфу, что ли, есть ледяную рыбу? Ну, это связано, очевидно, с условиями, в которых проживают люди. Там невозможно ничего выращивать, поэтому они хранят, поймали рыбу, хранят ее. А так как на улице кругом минус, она как бы, ну, и, в принципе, холодильников в древности не было. Она, естественно, замороженная. Разморозить ее быстро как-то тоже не кайф. Ну, вот, а кто-то придумал, так есть, и получилось нормально. Ну, да, теперь это народное блюдо. А вот он, медведь. Что это за урса-варьор какой-то? Я хер его знает. Ну, такое... Не, я... Честно, мне не нравится медведь, не знаю. Я не знаю, что с ним не так. Он какой-то, во-первых, он какой-то каменный, полукаменный. Ну, то есть, серьезно, что у него жопа каменная? Почему он весь каменный? Ну, типа, броня, наверное, якобы. Но мне он больше напоминает какого-то прокаженного. То есть, знаете, вот тут нормальная... Да... Тут, типа, нормальная... Типа, нормальная кожа, там, и все такое. А потом начинаются какие-то эти... Непонятные штуки. Так, и форма... Ой, ой, ой! Я имею в виду... Ой, это вот это вот. То есть, когда вы превращаетесь, да? Насколько недоработано. Вы на секунду становитесь обычным медведем, а потом превращаетесь в этого медведя. А когда обратно превращаетесь вообще в человека, а потом в этого... Ой, ну я не знаю. Ну, серьезно. Ну, это... Ну, раз так должно быть, ну, правда. Что это такое? Его колбасит. У него как будто бы ее... Что? Посмотрите на этого человека, который вылетает. Смотрите. Он просто вылетает куда-то, типа... Это внетелесное перемещение у него. Да, это очень смешно. Так, ладно. Но если не обратить внимание на этот текстурный баг, то, в принципе... Ну, более-менее. Более-менее. И, кстати, он тоже весь какой-то прокаженный. Но он только весь каменный. То есть, ему прям совсем вафли уже. То есть, если вы смотрите... Если у этого, у вас с ОМОНа, как бы, еще осталась нормальная кожа... Ну, нормальная шерсть, вон она. То у этого парня уже все в камне, типа, гг. Он скоро погибнет. Скидывайте на лечение лондруиду. Да. Ну, ладно. Ха-ха-ха-ха-ха. Серая хворь, да-да-да-да-да-да-да-да. Во. Правильно. Серая хворь. Я все пытался вспомнить. Это реально... Да, нам выдали... Выдали бетрайдера. И тут, кстати говоря, у меня сразу вопрос. Вот. Я понимаю, что бетрайдер красивый, да? Ну, красивый. На этой сове. Но тут сразу два вопроса. В общем, ладно. Сейчас, сначала бруду посмотрю. У бруды, скорее всего, есть какие-то, да, изменения. Это спайдерлинги другого цвета. Так. Сетки по локе, вообще, должны были бы как-то изменить. Не знаю, морозными сделать, но решили не делать. А спайдерлинги синенькие. Синенькие спайдерлинги. Ну, синенькие, в принципе, и чё. Освежи меня. Дай мне свежесть. Ледяные какие-то спайдерлинги, типа. Лёд намёрз на попке. Ёкарный бабай. Так. Ну, в общем, ладно. Бруду вы поняли, да? Она ледяная, и паучки у неё ледяные. Не самое интересное, в принципе, что есть. Лё... Ой. Так. Ну, нам выпал Овалрайдер. Овалрайдер. Бэтрайдер. Апекс. Эксплорер. В общем, что мне... Что мне... Что мне... Подожди. Что мне не нравится в этом бэтрайдере? Это то, что... Ну, во-первых, это не зимная тематика никакая. То есть, ну, практически. Причём тут вообще сова. Кстати, у совы такой взгляд. Очень клёвый. Мне очень нравится, как сова смотрит. А второе, это, конечно, бэтрайдер на сове. То есть, есть уже Скатрайдер. А теперь есть ещё и Овалрайдер. Или типа того. Но и изменили ли что-то. То есть, по логике вещей... По логике вещей. Должны были изменить... Полярная сова. Ну да, полярная. Должны были изменить... Огонь. Ну, по логике, да. Но его не изменили. Бедная сова, у неё сейчас загорится пердак. Она же... Ну, не привыкла к этим. К жаре такой. Раз она полярная. Ну, не знаю. Мне кажется, что... Должны были бы они, наверное, Сделать другого вида огонь. Может быть... Синий. Ну, я не знаю, что такое синий огонь. Не существует никакого синего огня. Но, тем не менее... Как-то это... Ну, если всё такое ледяное... Хотя, он не ледяной. Ладно. Вражеского героя. Может быть, ульт. Нет, ульт тоже обычный. Ну, в общем, всё обычное. Кроме того, что есть сова. Но сова прикольная. Сова прикольная. В принципе, сова мне на рапке. Ну и ладно. Закроем сову. Сосиска приканчивает трёх подряд. Одна закройщица осталась, кстати, всего-то. Бомбанула. В Игре Престолов. Ну да. Акса дали. Акса такс. Ну, это последний сет, который мне не выпал из обычных. Ну, вообще, да, существует синий огонь, по идее. Какой-нибудь газ горит, например, таким синим цветом. Так, а чё у Акса? Ну, Акса, мне кажется, ничего не поменяли. Хотя, по логике вещей, могли бы поменять крутилку. Раз у него синий топор, то и крутилка должна быть какой-то синей, якобы. Но она красная, к сожалению. Не знаю, мне кажется, это до того просто... Ой, много Аксов. Кругом Аксы. Мне кажется, это до того просто... Вот сделать... Знаете, вот синий топор, да? Ходит бить. А почему не делают? Сталя левел, ботс, 25. Левел, ботс, 25. Не понимаю. Не делается. Типа, синий топор. И по логике вещей, для чего просто было бы сделать, чтобы... Чтобы он крутился синим. Но он крутится красным. Есть вопрос, может быть, ульт? Не, ульт тоже красный. Ну, то есть, не стали каких-то синих эффектов добавлять. Не знаю почему, возможно, лень. Не, ну, раркиш, рарки... Как бы... Как связано то, что это не самые редкие сеты, с тем, что... Как бы... Получает... Ну, как бы, нет продолжения. То есть, синий топор... Ну, вот у Акса обычного, у него красный топор. Поэтому, ну, когда крутится, красный эффект. Он и есть красный. Типа, а если синий топор, то вы возьмите что-нибудь синий и носите, крутить. Понятное дело, что, как бы, будут шлейфы вот эти оставаться синие. И... Как бы, в чем была проблема, просто сделать синий шлейф. Нарисовать его синим цветом. Чтобы сет выглядел в итоге более полно. Более полно. Я не знаю, деньги, как будто бы, не проблемы. Поэтому я куплю еще, конечно, 10 сундучков. В надежде, что мне выпадет. Штамош, на самом деле, мы уже все это видели. Где-то в реале видел следы откручения топора. Да, в принципе, я тебе так скажу. Если очень быстро что-то крутить, ты реально увидишь от этого следы такие, как бы. Ну, это зрительная штука. Это, как бы, дефолт. Возьми какую-нибудь штучку. Штуку на нитке начни так крутить. Ты будешь видеть вообще ее, как будто бы она круглая. Дальше дефолтная, зрительная такая штука. А, и к тому же мы не в жизни, а в игре. В игре-то есть уже этот эффект от топора. И он красный. Хотелось бы синий. О! Папич выпал. Ну, оптическая иллюзия, да. Можно так сказать. Выпал нам Папич. В Папич. Ага, так, что тут у нас у Папича? Мификл, мификл, мификл. Секунду. А, я уже. Так. Ну, давайте опробуем. Ух ты ж, мама дорогая, какой он плотный. Так. Ну, сначала рассмотрим. Реально похоже на Артаса из Вова. Да, есть некоторые сходства. Но тот более синий. Этот все-таки зеленый такой весь. Есть. Что-то есть. Что-то есть. Ладно. Посмотрим, что тут есть у него. Да. Криты обычные. Криты обычные. Станы обычные. И что-то подозреваю. Что-то подсказывает, что... И ульт... Обычный. Сори, парни, папич минус. Да, и ульт тоже, в принципе, обычный. Ну, типа, нет никаких эффектов. Очень жаль, потому что это все-таки очень редкий эсет. И могли бы добавить... Ну, хотя бы на крит, может быть, я не знаю. А, скелетики в натуре, скелетиков проверить. Вот, ну, серьезно. Почему скелетиков-то не переделали? Ну, вот что-что. Скелетиков-то можно было, ну, правда. Ну, подрисовать им что-нибудь там. Потому что у них, на самом деле, отвратительная моделька. Ну, это просто. Вот скелет это просто забей. Ну, типа, что это... Это нечто вообще. Это очень плохо. Почему скелетиков не захотели? Как-то дорисовать? Я не знаю. Тем более, это вообще было бы логично. Скелетиков-то ввели буквально вот недавно, да. Мало времени прошло еще. И как раз выпустить сразу сет редкий, где скелетики изменяются. Это ли не логика? Так, что-то меч говорят люди осмотреть. А что с ним не так-то? Как осмотреть меч? Не понимаю, никак нельзя осмотреть. Ну, меч как меч. Ну, красивый. Красивый. Красивый меч. Так, брат. Брат-друг борщ. Отойди. Блин. Посмотреть на него нормально. Вот. Во. Ну, и что? Да, короче. Ну, прикольный сет, я не спорю. Но почему скелетиков не дорисовали? Вы хотите сказать мне, что это типа Фростморн? Да не похож он на Фростморн? Или похож? Или похож? Или не похож? Я не знаю, что сказать. Я не разбираюсь столько сильно. Ну, короче, неплохо. Неплохо. Что-то там осталось у нас. Одна сокровищница вроде осталась. Не знаю, пак я хочу, но если честно... Если честно, что-то... Может, еще сову дадут хотя бы? Нет, не дали. Я просто к тому, что я типа просто выкидываю деньги, по большому счету. Асеты я бы не сказал, что меня прям как-то сильно впечатляют. И даже второго... Второго... Ну, давайте, ладно. Давайте еще десяток возьмем. Чисто так вот. Вот. Чтоб было. Ну, вдруг дадут пака. Вдруг дадут. Пока дали ДК. ДК я уже видел. В принципе, если эти сеты можно будет раздавать после 31 числа, я, возможно, их все и раздам. Ну, те, что не открывал, по-моему, это дело. Если будет не в падлу. Скорее всего, будет в падлу, на самом деле. Дело такое. Логика в том, что ты купил 20 сундуков с сетами. Так я-то... Ну, как? Я контент, типа, делаю. Понимаешь, какое дело? Не все же делают. Так. Вот видишь, смотри. А ты задавал 50 рублей. Как? Так оно и работает. Ну, как бы, пока нет. Сейчас скажу. 10 плюс 10 плюс... 38 сундуков открыл. Ладно, давайте еще 10. И если не выпадет, еще 2. Чтоб было 50. Вот. И, как бы, просто будем знать. Вот. За 50 сундуков нам дадут, в принципе, пака-то или нет. О, еще сова подъехала. Где-то на 43 сундук примерно, я, честно сказать, сбился уже со счету. Ну, давайте посмотрим, что там. Что там по паку у нас. Пак. Пак-шпак. Можно продать, кстати, написано. Принять, принять, принять. Три предмета. Ой, что ты будешь делать? Три предмета, получается... Голова, хвост и крылышки. Крылышки с визуальным эффектом. Даже так. Так, ну, пак реально красив. Что тут могу я сказать про пака? Так. Норп не меняется никаким образом, конечно. Но тут норп меняется, тут, по-сему, саленс меняется. Или... Или что? Это был другой саленс? Он обычно не такой? Парни! Эпилепсия! Невероятно редкий. Согласен. Но... Я правильно понимаю, что это другой эффект, да? Да? Ну, просто я на ВТФ спамлю. Без ВТФ это такой... А, ну да. Типа, разлетаются такие эти... штучки какие-то, мол, искорки. Ну, или как это назвать. Но я бы не сказал, что это прям какой-то мега-эпик Не, ну красивенько Только если вдруг на ВТФ, то можно словить эпилепсию И всё, гг А, и снежинки, когда летаешь, светятся Это и есть визуальный эффект? Не, визуальный эффект вообще на крылышках На крылышках А крылышки это, по идее... Ой, короче, я не знаю Обычный? А я думал И чё, получается, что весь наш визуальный эффект Это вот эта вот? Штука? Это вот эти вот снежинки, которые летают А, да, они от крылышки летают на туре Ну тогда это не очень весело, я хз Офигеть, снежинки летают Класс Я кайфую Так, ладно, а ульты? Может ульт? Но ульт вряд ли изменили Я подозреваю, что нет Подозрев Хватит Смотрите, это паки зажали просто Аксы Э? А это чё такое? Что это? Кто это? Чё он? Чё он маленький? Чё это за... Чё это за гном? Чё это такое? Чё? Чё маленький эти мак? Чё, 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 чё? завали так откуда он появился то я его убил я убил микро чалика что больше не будет как так то верните верните микро челика и где он микро челик ты где вот он микро челик на один вопрос как он тут появился кто это это агент габбена что это такое чего ладно смотрите это тот тот момент когда микро челики начинают убивать просто но кто-то микро челик пак я батя счета пушка то вообще херил что винути так нельзя так а как дать в этом в этом лобби ой а когда в этом лобби героя не себе предметы это все возможно я просто в этом лобби не чистит русский герой макс уровень а через магазин можно так 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 о четко а из микро челика вылазят макро челики чё за херня чего не но это все как в жизни все как в жизни то есть маленький ну ладно а если бы кбм купить чё будет о это микро челик в бкб он вообще не увеличивается он просто он остается маленьким ладно я согласен что я у меня кстати реально вопрос то есть тут же когда нажимаешь создать вражеского героя создаются акции первого уровня какого хера у меня создался микро челик и дебаг просто жалко ближе ближний просмотр не работает вот эта кнопка типа не работает обидно обидно да это аркана на паке ребят вот она и кстати у меня еще вопрос дирка на пуджа то есть по моему это же был идеальный момент вот сейчас ну под ивент под рождество создать аркану на пуджа ну хотя бы что они не хотели делать ее новогодней аркану в принципе логично и по этому поводу решили не добавлять все же зимняя аркана должна быть не зимняя но они могли бы все равно ее добавить кому бы было от этого хуже я думаю никому я думаю никто бы не огорчился если бы за какие-то успехи в ивенте можно было бы получить аркану на пуджа да ну за какие-то реально сложные успехи то есть прям нужно было бы попотеть плотненько это было бы реально круто то есть все бы играли в ивент все бы его задрачивали чтобы купи бкб так я купил же и даже заюзал ничего интересного не произошло он просто стал желтым что ж тут я могу сказать короче если если эти сеты можно будет передавать там как-то и так далее то я скорее всего все не открытые сундуки я раздам людям соответственно но это когда можно будет раздавать лишь бы в пазлу не стало потому что на самом деле конечно раздавать это довольно лениво все ну и конечно нам выпадала куча мусора еще какого-то и все но в итоге сорок восемь сундуков я открыл сорок восемь вроде да да выпал выпало две совы один вк один пак ну и куча всего остального выпало вот такие мои результаты соответственно так 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 ну что ж дорогие друзья что я могу по этому поводу всему заявить мы делаем небольшую паузу дальше я возвращаюсь прошел всего только час от моего стрима стрим сегодня у нас довольно долгий дальше я возвращаюсь и мы думаем чем заняться а а